Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и сегодня у меня в гостях Тимур Сидельников. Всем привет! И Тимур не просто так пришел, он что-то принес, потому что у меня нет ничего. Я, между прочим, не пришел, а прилетел из далекого и солнечного Казахстана с подарками. Ребят, подарки я люблю, как вы знаете. И что же такое? Смотри, топовый магазин, из него топовую водичку я тебе привез. Эсентай Гурме. Да, в Казахстане все знают, что это такое. Если вы знаете, если вы из Казахстана, ставьте лайк. И смотри, в качестве пруфа, в качестве пруфа, Казахстан Кола. Но она выглядит как обычная Кока-Кола, только с надписью Казахстан. Ну, на самом деле я и взял, я думал, колу возьму просто, а потом уже дома смотрю Казахстан. А, 130 это что? В их валюте? Это их местные деньги. Напишите в комментариях, сколько это в российских рублях, потому что я не знаю. 130 стоит бутылка. Это Рубикон, Спринг, Блэк Черри и Разбери. Это напиточек. Это должно быть модная фруктовая водичка, которую, знаешь, DIY-щицы многие делают. В My Bottle вот это с фрукскими. Да, вот этот мы сейчас также будем делать. Рубикон с гранатом, то есть мы сравним вот эти вот в жести и в пласте. В пласте. Окей. И последнее. Под пальцем ударился. И это, что это? Карибская кола? Карибская кола. Мы сегодня сравним даже не обычную Кока-Колу, там с Pepsi, да? А у нас два просто мастодонта. Казахская кола и Карибская кола. Что Карибская кола делает в Казахстане? Вот это уже второй вопрос, который я хотел задать. Ну, смотри, они обе на К. К-кола. Казахстан к Карибам. Тогда начнем мы с вкусненького. С вкусненького. А потом уже к Карибам перейдем. Ну что ж, тут только 12 калорий, то есть это в принципе диетическая. Диетическая, фруктовая, охренительная водичка должна быть. А здесь жира вообще 0, 0 сатурейтов и 170 килокалорий. А сахара, главное сколько сахара? Сахара 43 здесь. Здесь меньше 1%, 0,5. Ну, вот сравним жирное и худое. Меня и Тимура. Так, так, так. Вез, видимо, в багаже, естественно, потому что так-то не пропустили бы. В самолете пришло неплохо. Она еще холодненькая. Еще холодненькая? Еще холодненькая. Two hours later. Бум! Эпично. Обмен. Классический уже у нас. Вот тут прям... Вот это вообще не пахнет ничем. Вообще ничем не пахнет. По сравнению, два запаха. Тут просто запах на 100%, здесь, ну, два. Два процентика, то есть, чуть-чуть вот... Я бы даже не сказал, что это гранатом пахнет. Если бы не скажешь, чем пахнет, я бы не сказал. То есть... Ну, вот с закрытыми глазами это хрен это определит. Чем-то фруктовеньким, да. Искусственным, да. Но вот здесь... Но главное... Вкус. Вкус. А здесь, конечно, вот ядреной жвачкой из фруктов. То есть, тут черри и, соответственно, малина. Первый раз я вообще пробую газированный гранатовый сок. Вообще, штука прикольная. Она не сладкая, она кислая. Кислая газировка. Помнишь инвайд? Да. Прям один в один? Не один в один, но большее время сахара, но вот чисто вкус воды ощущается. То есть, есть вкус ягод и вкус воды отчетливый. А я вот чувствую чисто вкус ягод. Ну, в маслевкусе водяное. То есть, ну, горчинка безвкусная водяная. Так-то понятно, что очень сильно чувствуются ягоды, но вот... Ты знаешь, как смешивать, но не взбалтывать. Но мне вот это больше понравилось. Вот удивительно. То есть, тут больше запаха, но меньше вкуса. А вот здесь меньше запаха, почти нет. И тут вкус газированного граната. То есть, это прям настолько разные ощущения. Ну, короче, если бы я вот знал заранее, что где, я бы не ориентировался уже по запаху, просто рвал это. Оно не пахнет ничем, но эта штука реально вкусная. И тут настолько обволакивает весь вот этим газированным гранатом, что это очень приятно. Понятно, что это тут больше получается сахара, потому что здесь практически нет. То есть, это диетическое. А вот тут наше родное вот это вот поэтому и вкусное. Сахарное, с глютаматом наверняка. Полюбас. Ребятушки, Рубикон, помигранат, прям вот я советую. Это для девочек, где Ива сейчас как раз-таки тоже подходит. То есть, это по запаху вкусненько можно пить. Ну, вот это, блин, Рубикон. Кстати, ты меня сейчас посолю прямо на Рубикон. Обращайся. Буду в Казахстане, обязательно... В Эсентайе обязательно. Накуплю, конечно. Да, в Эсентай. Три дорога, за 130. Конечно. Чего-то. Конечно. И опять у нас... Главное противостояние сегодняшнего выпуска. Карибская и казахстанская кола. Плюс опять у нас пластик. Пластик и железо. И железо, жесть. Давай теперь вот так, потому что в тот раз я открывал жесть. Чуть-чуть, да, ну тут все по-нерусски написано, я ничего не могу сказать. По-карибски, видимо. По-карибски. Ну здесь сахара прям дохрена. Смотри, прям красный помечено. Больше 50% сахара. 55% сахара. 55% охренеть. Это кола по запаху как очень дешевенькая. Типа там арсик кола, знаешь, вот которые ашановские. Вот по запаху вот... А ты знаешь, как пахнет? Нет. Как ром. Как карибский ром. Тростником пахнет. Тростниковым сахаром. Вот я тебе серьезно говорю. Вот без алкоголя, просто тростниковым сахаром. Согласись. Сахар. А вот это как дешевая кола за 10 рублей. Но опять же, может быть, по вкусу, по-другому. А мы уже, да, напоролись. Давай пробовать? Да, вот тут как... Помнишь, были в детстве сахарные подушечки конфеты такие? Да, 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 точно. Вот прям вот такие подушечки с сахаром. И вот чисто такой запах. Это дешевая кола. Не кока. Не кока кола. А это вообще не кола. Это круто. Я тебе серьезно говорю. Так и написано cool taste. Cool. С ошибкой. С карибом можно. Ну, камон. Я все. Я даже... То есть ни с чем не сравним. Вот серьезно. То есть вкус уникальный. Я вот думаю, если делать ром-колу, пинаколаду... Ой, не пинаколаду, как это называется? Куба-либра. Куба-либра, это должна быть именно с такой колой. Ну, потому что сахар другой. В обычной коле добавляют, ну, там, обычный сахар, да? А этот тростниковый, при этом жженый. Да. Но его, конечно... Но его слишком много. То есть, ну, такую штуку нельзя часто пить, короче. Все, понятно. 50 грамм сахара на банку. То есть это... Это... Ну, там же 50%. 50% здесь это сахар. Это охренеть. Ну, это вкусно. Это вкусно. Какие меня сегодня просто удивления. Я каждый раз пытаюсь удивляться, но вот здесь даже пытаться не нужно. Потому что это настолько... Не сравнив вкус. Вот с ним можно сравнить уже что-то после. До этого я... Это только в Казахстане продается? Я еще думаю, что только в Эссентай такое можно взять. Поэтому тебе по-любому... Казахстан тебя ждет, Эссентай тебя ждет. Карибская кола вообще не дождется. Зовите, я приеду. И давай подытожим. Потому что у нас схожие... Схожие результаты. Потому что у нас в жести вкуснее. Совпадение ли это? Не знаю. Может быть, закономерность наоборот. То есть, что вот это вкуснее, чем это, что вот это вкуснее, чем то. Хотя казалось бы, кола и рубикон. То есть, схожие, но настолько разные. То есть, вот это прям... Вау! Это можно пить, ну, либо у вас, если нет вкуса, или если у вас толстота зашкаливает. Потому что здесь мало калорий, но это менее вкусно, чем сладкое. Но я думаю, что эта водичка от толстоты зашкаливающей не поможет. То есть, легче взять воду чистую, натолкать ягод, размешать... Ну все, идея его начинается. Ребятушки, на канале Тимура мы попробуем еще одни крутые напитки из Казахстана, да? Да. Вот здесь вот видео Тимура. Подписывайтесь на мой канал. Еще одно мое видео. Ссылка в описании. Макс Бранд, Тимур. Пока!